В эфире телеканал РБК УФА. Региональные новости в студии Максим Окунев. Здравствуйте. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Башкортостане изменится облик дворов и населенных пунктов. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров в рамках пленарной части стратегической сессии развития ЖКХ. По словам главы Башкортостана, республика использует лучшие практики других регионов страны. В частности, переняла опыт по ремонту и благоустройству подъездов у Московской области. Что касается жилищного строительства, региону поставлена амбициозная задача – увеличить объемы в полтора раза. Поэтому предстоит серьезная работа. Также Радий Хабиров напомнил о переходе застройщиков в 2019 году на эскроу-счета. По мнению главы региона, новый механизм позволит выстроить, цитата, «правильные и логичные схемы взаимоотношения между строительными организациями и банками». Мы сейчас продумываем несколько вариантов создания новых программ или инициации и обновления тех программ, которые ранее существовали, как домокомплект, как молодая семья и так далее. Поэтому, наверное, через создание подобных небольших программ в целом мы придем к тому результату, который мы ждем к 2024 году. Радий Хабиров также затронул вопрос освещенности населенных пунктов. В качестве примера он привел уфимский микрорайон Инорск, где из-за проблем со светом наблюдалась высокая преступность. Ее удалось снизить, решив в том числе вопрос освещенности улиц. Всего на реализацию региональной программы в текущем году правительство республики выделило 630 миллионов рублей. Минстрой России предложил выделять субсидии регионам на развитие застроенных территорий. Об этом на встрече с ведущими застройщиками республики заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство. Поправок требует федеральный закон о фонде содействия реформирования ЖКХ. Специалисты рассчитывают, что его примут до Нового года. По словам главы Минстроя, одна из нерешенных проблем в строительной отрасли – бывшие заводские территории в центре городов, которые простаивают. Владельцы не спешат их продавать, ожидая максимально выгодную цену. В итоге земельные площадки не осваиваются, а между тем здесь можно построить новые современные жилые объекты. Владимир Якушев высоко оценил работу строительного сектора Башкортостана, отметив, что проблемы, озвученные застройщиками, типичны для большинства субъектов страны. Эта проблематика, она не то, что они подняли какие-то характерные вопросы в Башкортостане, это те проблемы, которые связаны с реформой жилые строительства, которые проходят по всей стране. Поэтому мы системно сегодня ищем выход из той проблематики, которая есть. И самое главное сегодня нам это на осенней сессии внести изменения в законодательство, для того, чтобы наши застройщики дальше могли двигаться. То, что касается оценки строительного отрасла Башкирии, традиционно еще со времен Советского Союза строительный комплекс Башкирии, Башкортостана был всегда очень мощным, сильным, интеллектуальным и инновационным. Ничего не поменялось. Сегодня на республику возлагаются большие надежды в связи с реализацией национального проекта, заявил федеральный министр. Ожидают серьезный рывок для увеличения объемов, а также в качестве жилищного строительства. Власти республики намерены премировать застройщиков, проекты которых эксперты признают самыми интересными и ценными с точки зрения архитектуры. Надо отходить от типовых домов, делать их красивыми и яркими. О размере премии пока не сообщается. С момента начала работы системы быстрых платежей россияне совершили порядка трех миллионов операций на общую сумму более 25 миллиардов рублей, сообщили в Центробанке России. Кредитные организации начали подключаться к системе с 28 января этого года. По мнению экспертов, сервис позволяет гражданам оплачивать покупки без комиссий. Кроме того, физлица могут делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк, который является участником системы. Для торговых же организаций система выгодна низкими тарифами от 0 до 0,7% в зависимости от стоимости товара и вида деятельности предприятия. Мы видим, что этот механизм вызывает большую заинтересованность страны кредитных организаций и страны торговых организаций. Более того, некоторые крупные ритейлеры уже заявили о запуске новых пилотных проектов и маркетинговых акций для покупателей, которые будут оплачивать их товары через систему быстрых платежей. Отмечу в настоящий момент. В стране к системе быстрых платежей подключился 21 банк. При этом не все кредитные организации спешат это делать. Банки озабочены вопросами безопасности при осуществлении текущих операций. В ЦБ, напротив, считают сервис безопасным, отмечая, что переводы происходят с использованием современных систем защиты. В республике появится мусоросортировочный комплекс, способный перерабатывать 100 тысяч тонн отходов. Он будет построен на территории Баймакского района. Общий объем капитальных вложений в проект составит более 540 миллионов рублей, сообщают в Минэкологии региона. Комплекс обеспечит новыми рабочими местами свыше 100 местных жителей. Как прогнозируют специалисты, дополнительные платежи в бюджеты разных уровней в течение 10 лет составят почти 660 миллионов рублей. В настоящее время в Заурале ощущается острый дефицит инфраструктуры для создания цивилизованной отрасли. Обращение с отходами, отмечают эксперты. Не хватает сортировочных заводов, отсутствуют современные полигоны. При условии, если муниципальные власти включат объект программы электрификации, газификации Баймакского района и отремонтируют дороги, новый мусоросортировочный комплекс сможет обслуживать несколько районов. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком. На сегодня доллары и евро синхронно просели в цене. Американская валюта подешевела на 30 копеек 66,13 евро, минусовал 17 копеек 71,29 рубля. Лучшие обмены и курсы к этому часу. Покупка доллара в Банке Финам 65,01 рубля, продажа в Юникредитбанке по 67,73 рубля. Наиболее выгодные курсы покупки евро также в Банке Финам 71,28 рубля, продажа в Юникредитбанке по 74,20 рубля. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова